И в предложении темы. Единственная в Ненецком округе круглогодичная дорога, связывающая столицу региона с поселком Красное, в этот зимний период находится в удовлетворительном состоянии. Жалоб дорожному предприятию на качество уборки снега от водителей поступает немного. В этом убедилась и наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. Слово Александре Литковой. Чистят две единицы и идут. Нормально. Дорога только в виде почти не так. А так нормально. Сегодня погода такая, так не очень. Переметы метет сильно, но дорожникам не справиться будет с такой погодой. Им тут постоянно надо быть тогда. Проехав в сторону поселка несколько километров, в целом можно отметить, что качество уборки дороги от снега по сравнению с прошлыми годами намного улучшилось. Техника для расчистки снега выезжает на дорогу каждый день. Подрядчик, который занимается содержанием дороги в зимний период – компания «Строй Универсал». Субподрядчик Наринмар Доримстрой. Техника у нас задействована шесть единиц в сутки. То бишь, получается, смену у нас трактор Кировец, обязательно шнек, обязательно, ну и КДМК. Это в день и в ночь тоже та же самая история. В общем, шесть единиц задействованы на работе именно на этом участке дороги. То есть Наринмар, Красная. И эта работа в предусуточном режиме, ежедневная работа, невзирая на выходные, на праздники, на новогодние каникулы. Никто не отдыхал, люди работали без, не прекращая работы. В принципе, все прекрасно понимаем, что Красная оставлять без дороги, ну просто нельзя. По словам Григория Мишарина, с гололедом тоже пытаются бороться. Стабильно посыпаем, но в связи с тем, что трудно к нам неблагословно в это время. Посыпка у нас, произойдет посыпка, или ветром сдувает, или снегом опять забивает. Поэтому и, ну сами проезжали, видели, наверное, как бы пятна такие вот песочные. Там, где она цепляет песок, песок цепляется, там вот цепляется. Там, где сдувает, только дымка вот сейчас пройдет, а сейчас вот ветер, и сдувает песок, и результатов-то особых-то и тяжело добиться. Сейчас в округе самый разгар зимы, и снега выпадет еще немало. Поэтому, как и в прошлом году, на грунтовку отправят два дежурных трактора. В диспетчерской предприятии отмечают, что звонки с жалобами на дорогу регионального значения от людей поступают, но их немного. Александра Литкова, Леонид Шушилов, телеканал «Север». Спасибо. Спасибо. Спасибо.